так всем добрый вечер сегодня в комментарии прочитала об одном поступке доброго человека который спас много животных меня комментарий тронул и я вспомнила в принципе всегда вспоминаю случае который произошел нашей жизни в девятнадцатом году в начале апреля мы вернулись с поездки я помню мы отдыхали на кипре всей семьей и помню тот день мы собирается выходить из дома чтобы поехать к родителям где помнишь и подарить им что-то ну какие-то подарки те сувениры вот и я помню младший ребенок филипп зашел домой уже с улицы и говорит что мам там собака голодная она есть снег вот ну даже эта фраза меня тогда очень сильно пугала я подумал что правда собака от голода я снег но не совсем сообразила потом я поняла что просто она как бы пить пыталась и значит кто мелкал ну наш кто-то вот и мы уехали собаку ты не помнишь где мы вообще как мы ее увидели вышла и мы не накормили что мы вынесли еду как не шуме да он съел и пошел ну естественно такой ужасающий вид был у животного это было кстати овчарка и сердце было не на месте и конечно было очень тяжело я помню мысли в голове такие тревожные что пес как бы в таком состоянии мы вот уехали но в принципе что я могла сделать что мы могли сделать мы могли помогать животным кошкам котам котятам я думаю тем кто помогал когда-либо они знают что помочь например кошки гораздо легче чем помочь собаки потому что ну во первых это размер раньше мы вообще брали кошек к себе домой совершали такую глупость потому что почему глупость потому что это очень опасно для твоих собственных животных потому что это множество болезней кошачьих которые легко передаются твоим домашним животным вот и потом мы перестали брать домой у нас улицы кошек и уже отвозили их на там на другую пустующую квартиру или когда вот квартира не было мы отвозили на передержку платили кому-то даже знаете ездили в соседние какие-то села помнишь где и там держали платили за передержку когда вот нашу родившую кошку с котятами кстати один сказать из котят был наш речи тогда маленький только я не увидел тогда моего любимого котенка в этом пушистом комочке платно передерживали до собаку собака намного тяжелее куда дети например большую овчарку это сложно и я не могла успокоиться и что мы стали делать я разместил пост в контакте городской какой-то группе с просьбой помочь найти в нашем городе такого-то пса на тот момент я уже сделала фото пса этого когда вот как раз вышли мы из подъезда и он ел снег что еще напугало нас при виде этой собаки сзади у него между лап под хвостом до было потом я знал что это опухоль огромная то есть это не гигантская гигантская это знаете мяч гурина да то есть если этого не видишь ну вот это тоже сложно поверить это не такой размер это не такой размер это просто знали вот ты не жду минуты не снимать огромные просто это не снимать очень маленький день какой-то из размять их там между бог не такое меньше между ног висела огромная штука знаете вот какая-то вот такая вот но это еще овчаркой даже не маленький какой-то шпиц. То есть, понимаете, да, на овчарке вот такого размера висела какая-то фигня. Конечно, шок был. Не помню, что я тогда думала по поводу этой штуки, что это такое. Не помню. Ну, были какие-то там версии. Может быть, говоришь, что это было. Что-то тогда было, я уже не помню. Это было всё-таки давно. Это было более четырёх лет. А, нет. Девятнадцатый год это было. Ну, три с половиной года назад. Вот. И, значит, искали пса. Искали. Шло время. Какие-то недели где-то прошло. Мы искали, ходили. Мне кто-то звонил, писал, что видели там-то, там-то. Мы бежали туда. Ну, в общем, такая история была. И, опять же, помню, праздник Благовещение 7 апреля. Проснулся от звонка, позвонил человек и сказал, что вот он находится рядом с собакой, что собака там-то, там-то. Дима сразу же оделся и побежал туда пешком, а я на машине поехала к тому же месту, к тому же месту, только на машине. Вот. И, значит... Нет, сначала пошла в магазин, купила ему ошейник, поводок. Купила то, что нужно было. Поводок, ошейник, да, я помню. Корм, много пакетов корма. Нет-нет, корм я покупала уже не там. Я пришла с поводком, с ошейником к Диме. Пёс ходил около Димы, Дима ходил около пса. Это такое было интересное зрелище. Мы, в общем-то, не знали, что нам делать, понимаете. То есть, пса-то мы нашли, а что дальше? Да, и Дима накинул ему ошейник. И зацепил поводок. Да, зацепил поводок. И в тот момент, когда Дима накинул на собаку ошейник, собака стала безумно счастливой в миг. И стал как-то подпрыгивать. Взгляд изменился сразу. Она как-то стала живая. Такой живой стал собак. Была каким-то мешком безжизненным. То есть, мы поняли, что у собаки был хозяин, и она привыкла, и она хочет этого, любит это всё. Но история обычная. На самом деле, ничего в этом необычного нет. История очень громкая на тот момент была. На нашей области не только. Многие люди об этом знали. Никто не откликнулся. То есть, это тот самый случай. И вообще, у нас город небольшой. Ну, 100 тысяч населения примерно. И мы знаем, можно так сказать, всех тут животных. Ну, понимаете, особенно собак. Собака не здешняя. Это 100%. То есть, история, скорее всего, была такой, что собака заболела, там опухоль, там к старости, там уже ближе. И её просто отвезли, оставили где-то. Ну, в частности, в нашем городе. Это как бы версия такая у всех. Одна была. И, значит, ходила я постоянно бегала в пятёрочку. Корм носила. Паучи, педигри, вот этот вот собачий. Он ел, 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 чтобы он от нас не отходил. Я тут же бросила клич, опять же, в группу, в разомаску нашу ВКонтакте. И чего там? И я писала о том, что нам нужна помощь, что срочно собаку помогите, нужно куда-то в больницу. Естественно, все расходы я, ну, писала, что беру на себя. И даже знать тогда не знала, в какую долгую историю это всё появится. Откликнулась одна очень добрая девушка. Она помогает, помогала, помогает в нашем городе животным. Она живёт в пригороде. Я забыла, это село где-то. Нет. В общем, где-то она тут живёт, недалеко. Нет, нет. На Хэ, на Схватовку, по-моему, она живёт, да. Вот, Лена её зовут. И они примчались с мужем. То есть, наша задача была просто, чтобы собака никуда не ушла. И мы вот около неё, можно сказать, так это писали. Лена приехала. Муж спокойно взял собаку за поводок, спокойно посадил её в свою машину. На задний сиденье машины при нас. Я отдала Лене деньги, там на первое время, чтобы в больнице она их отдала. И они уехали. И я помню, в тот момент, когда они поехали, я посмотрела вслед уезжающей машине в сторону Нижнего Новгорода, естественно. Это только в Нижнем Новгороде могли помочь. Я была так счастлива, я подумала, что пол дела сделано. Вот. Ну и тут началось. Как бы я стала волей-неволей, я стала куратором этой собаки. Тяжело долго объяснять. Тут всякие такие моменты, там бумаги какие-то. Тяжело очень было завести карту на собаку. Там люди перечисляли деньги, переводили, помогали. И нужно было отчитываться за каждую, естественно. За каждый рубль отчитывались. Каждый месяц, по-моему. Каждый месяц нужно было выкладывать что-то. В общем, мне помогли там уже в Нижнем Новгороде другая женщина, Ольга ее зовут. Тоже волонтер из Нижнего Новгорода. Она очень сильно мне помогла. И часть всей вот этой возни, работы по поводу обустройства собаки она взяла на себя со своим таким же хорошим, как она, мужем. Они там ее уже в больницу, в клинику привезли, приняли в клинике. И несколько было проблем у собаки. Это что-то связано, дерматит какой-то, это то, что вот у нее была лысая вся шея. Да, и еще вот опухоль. Опухоль. Да, Ольга очень помогла тогда. Уже так путаются маленько мысли. В общем, шло время. Собака была в больнице. У нее взяли анализы. Все вот это вот нужно было оплачивать. Люди помогали. Не знаю, ушло ли много моих средств собственных или нет. Но думаю, что да. Хотя суммы переводов, ну там по 100 рублей, по 200, ну кто-то редкий раз переводил там тысячу. Да, это все было много в итоге, но и понадобилось нам очень много денег на то, чтобы спасти эту собаку. Будь здоров. Конечно же, никогда я не пожалела о том, что тогда все не так произошло, что мы приняли решение все-таки быть куратором этой собаки. Поставили диагноз, значит, на протяжении какого времени ее лечили в клинике и удалили опухоль. Кстати, в какой клинике я уже не помню. Это тоже диплодок был. Диплодок был. Это он удалял, этот врач, не знаешь. Нет, это может не диплодок был. Нет, это был Лео или Снежный Барс. Снежный Барс это был. Вот. Удалили опухоль. Ждали мы, взяли на гистологию, ждали результат. Опухоль оказалась злокачественной. Да. Опухоль оказалась злокачественной. И тогда, когда мне, знаете, просто так давно было, что тяжело уже. Тогда, когда мне сказали об этом, я помню, что как-то тяжело стало. Я подумала, что собака умрет. Да, но в итоге, хоть она и оказалась злокачественной, там метастазов не было, правильно? Да. То есть, нам просто, понимаете, повезло. И удалили ее так благополучно. Ну, как удалили, просто все это срезали вместе с этими собачьими штучками. Да. не буду называть. Вот. Он был не кастрирован пелс, естественно. Поэтому все там удалили и как бы все хорошо. Да? Да. Вместе с мужскими вот этими. Сиечками. Да. Вот. Дальше все, как бы, операция сделана и нужно принимать решение, куда дальше, куда я. Двухкомнатная квартира, у меня кошки, дети, ну, как бы, это невозможно, естественно. Вот. и работа. И искали передержку, нашли передержку недалеко от Нижнего Новгорода. Нашли хорошую женщину, она занимается передержкой животных, собак, и у нее там специально все оборудовано в частном доме для этого. и вот туда пошел наш Ральф жить временно. Жил он там два года. С 19-го года по 21-й год. Оплачивала я передержку каждую неделю, я переводила деньги. Кстати, ну, люди уже не очень активно, естественно, помогали. Когда тема такая горячая, и вот такие, знаете, страшные еще фотографии, люди помогают. Это я потом стала разбираться. А когда уже тема не горячая, как вот волонтеры говорят, то уже переводы, конечно, меньше-меньше. Интересно. Ну, и на нас как бы, да, вот легла такая, ну, обязанность, и мы оплачивали передержку Ральфа. Оплачивали и корм, естественно. То есть нужно было много денег в месяц, чтобы вот содержать его. Опять же, никогда не пожалели мы об этом. И вот 28 февраля 21 года, ну, все к этому ушло, мы знали, он уже старый пес, ему на тот момент было где-то 12 лет, а значит, если он еще пожил, но в итоге 14 лет овчарка прожила, и хозяйка передержки Лариса написала, что Ральф убежал на радугу. И мы приезжали к нему иногда на передержку с Димой, и Филипп с нами ездил, мы видели это преображение, мы увидели, что делают забота, и уход правильный, и может быть даже любовь с собакой, вообще с животным. И сейчас я поставлю в конце видео фотографии от и до, и вы увидите фото Ральфа, это небо и земля. Я вот сейчас перед этим, перед тем, как записать, смотрела фото, я, конечно, сейчас опять, знаете, как нахлынула, я поверить не могу, что из того пса он мог стать тем, кем стал красивым, офигенным, классным псом, овчаркой, статным, статным, нереальной красоты пес, медвежонком стал. Медвежонок, да, зимой вообще Мишка, летом красавчик, там фото, там уже фотограф приезжал, делал, мы искали ему дом параллельно с этим. Дом мы ему не нашли, но может быть это и к лучшему, эта передержка была его дома на два года. Он был счастлив, он там с кем-то дружил, с ним гуляли, я думаю, что он был счастлив, Дим, понимаете, да, ну, еда, тепло, забота, внимание, все, прогулки, да, и обрабатывали, тоже мы оплачивали обработку, как бы, я считаю, что благодаря вот помощи людей и тому случаю, что он случайно оказался около нашего подъезда, ну, как бы, мы продлили ему жизнь и сделали его последние два года жизни счастливыми. и, конечно, он не наша собака и никогда ей не был, но, естественно, мы с него всегда переживали и, вот, и, конечно, вспоминаем, и когда кто-то говорит, что повезло Ральфу, что он вас встретил, я всегда, ну, отвечаю так, что это нам повезло, что мы встретили его, что он настолько нашу жизнь как-то поменял и мы стали думать, что, не думать, а мы узнали, что, оказывается, собаке помочь тоже можно, если есть желание и даже спасти такого большого пса классного, такую овчарку, это, это вообще супер. В общем, видео 19 секунд почти для тех, кому вообще ничего делать. 19 минут, пожалуйста, слушайте, могу еще такие истории вспомнить. И, конечно, вот эти фотографии, надеюсь, все будут в шоке, как и я сейчас была, когда их пересматривала спустя, спустя полтора года опять, да, все. Вот тот самый первый день, когда, наконец-то, мы нашли Ральфа, Дима около него ходил, чтобы не дать ему идти, а это Ральф около нашего подъезда в момент нашей первой встречи. Это он уже в больнице в Нижнем Новгороде, и посмотрите, как он похож на этого мультипликационного героя. Ольга, конечно, в Нижнем Новгороде нам очень помогла с ним, тогда я помню, посмотрите на его вид, просто ужасающий вид был у собаки, это они около больницы, это они около больницы, на Новгороде были. Муж ее в больнице, в клинике. И посмотрите, уже шея не лысая, уже чуть-чуть у него волосы отраста, шерсть точнее. И это мы приезжали навестить его на передержку, это мой Филипп. Такой Ральф был уже первым летом на передержке, просто красавчик, я считаю. А эта фотография нам прислала с передержки хозяйка Лариса. А это фотограф приезжал, делала фотографии там, посмотрите, это просто идеал, идеал красоты, я была вообще восхищена этим псом, такой умный, добрый, не агрессивный, красивый, ну, просто идеальный пес, малыш. А это зимой тоже фотограф приезжала, это уже перед последнюю зиму, такая история Ральфика. Ральфика.